Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Добрый день! Я хочу с вами поговорить о 9 мая. Что такое 9 мая? Для старшего поколения это, понятно, День Победы. Они об этом еще помнят. А молодые? Хотелось бы надеяться, что для них это не просто выходные и весенние дни, прекрасная погода и пикники. Что стоит за этим праздником? Граждане Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, опаковали наши границы на многих местах. 9 мая – это 1400 дней и ночей, почти 4 года боев и сражений за свободу нашей Родины. Это оборона Брестской крепости. Вы слышите? Я крепость, я крепость, я крепость. Веду бой, держу оборону, я крепость. Это блокада Ленинграда, 872 дня. 2,5 года. Видите ледовую дорогу жизни через Ладогу? Это мой Крым и вторая оборона Севастополя. По первому сроку оденьтесь, братишки. По первому сроку. Это эвакуация и запуск заводов за Уралом. Это Челябинский Тонкоград. Это составы с зерном, тыл, фронту. Все для фронта. Все для победы. Это битва за Москву. Вдумайтесь, всего 30 километров до передовой. Это Сталинград. Сталинградская битва. Дом Павлова. Стена до сих пор стоит. Это хатынь и концлагеря. Это Курская дуга. И переломное танковое сражение под Прохоровкой. Слышите запах раскаленной брони? Это освобождение наших оккупированных земель. Это освобождение Европы. Это наше знамя победы над Рейхстагом. Так что же такое 9 мая для всех нас сегодня? Возможно, это просто сухие факты из Википедии. А вы расспросите старших, и, может быть, этот день наполнится для вас живыми судьбами тех ваших родственников, кто воевали на фронтах и ковали победу в тылу. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Эти слова сказал Александр Сергеевич Пушкин задолго до наших дней. Сегодня они звучат для нас особенно актуальны. Бессмертный полк. Является ли бессмертный полк проявлением нашей гордости за своих предков? Безусловно, колонны полков пройдут по всем городам и просторам нашей Родины. И задачей тех, кто сегодня идет в этих колоннах, передать эстафету памяти дальше, чтобы спустя даже очень много лет ни у кого не было сомнения в том, кто же действительно воевал и победил в этой войне. И чтобы всегда знали и помнили, какую цену заплатил наш народ за свою свободу. За свободу нынешней Европы и всего мира. Дело за молодыми. Движение «Бессмертный полк» растет и ширится. Но я думаю, что есть еще пространство, которым мы можем этот полк развернуть. Это всемирная сеть, интернет. У меня есть предложение. Оно следующее. Во всех соцсетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, на форумах, в которых вы участвуете, везде, там, где есть ваша страничка, замените на время праздников свою аватарку, фотографию, которая вас представляет, на фотографию вашего родственника, участника Великой Отечественной войны. Не беда, если у вас нет сканера. Просто перефотографируйте ее телефоном. Можно добавить на стену рассказ о нем. Ничего страшного, если у вас нет фотографий с медалями и военной форме. Для аватарки подойдет любая. Сделайте это. И мы создадим в интернет-пространстве наш «Бессмертный полк». И молодое поколение примет эстафету. Все мы слышали фразу «Человек жив, пока жива память о нем». Наши предки заслуживают того, чтобы мы о них помнили. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok